Дорогие друзья, всем здравствуйте! Это канал в гостях Уаннушки. Сегодня я готовлю очень вкусное и красивое песочное печенье. Начинку для печенья сегодня я буду использовать разную, черный белый шоколад, густой джем и очень вкусную начинку из сахарной пудры с добавлением сливочного масла. Начну приготовление теста. Для этого беру 300 грамм сливочного масла. Масло у меня мягкое комнатной температуры. Теперь масло взбиваю на максимальной скорости миксера примерно 2-3 минутки до посветления. Всыпаю в масло 150 грамм сахарной пудры, добавляю щепотку соли и продолжаю все взбивать еще 2-3 минуты. Чтобы получить сахарную пудру, я обычный сахар измельчаю 2-3 минутки в чаши блендера и получаю вот такую вот мелкую пудру. Когда получилась вот такая вот однородная масса, я добавляю 2 желтка. Теперь сюда отправляю просеянную муку небольшими порциями. В процессе добавления муки я меняю насадку, потому что венчику уже очень тяжело мешать такое густое тесто. Мука у всех может отличаться, поэтому не спешите добавлять всю муку. Добавьте вначале 400 грамм, а затем следите уже за густотой теста. Вот такое вот должно получиться тесто, оно немного напоминает мокрый песок. Теперь тесто я делю на глаз на три части. Тесто получается вот такое, вот оно немного рыхлое. Теперь в первый кусочек теста я добавляю муку. Добавляю примерно 2-3 столовые ложки, чтобы замесить тесто в один комок. Формирую из теста вот такую вот лепешку, убираю в пакет и в холодильник. Вторую часть теста я буду вымешивать только с добавлением какао. Вот такой вот кусочек шоколадного теста у меня получается. Какао я добавила примерно 2 столовые ложки. Третью часть теста я окрашу красным пищевым красителем и буду вымешивать тесто с добавлением муки. Готовое тесто убираю в холодильник примерно на 40-60 минут. После того, как тесто отдохнуло, его нужно раскатать между двумя листами пергамента. Такой способ раскатывания теста хорош тем, что не нужно использовать дополнительно муку. Таким образом, тесто не забивается мукой и печенье получается очень рассыпчатым и нежным. Тесто я раскатываю толщиной примерно 2-3 мм. Делается это очень легко, без особых усилий. Печенье вырезать я буду сегодня при помощи вот таких вот формочек для печенья. Но если у вас нет таких формочек, можно использовать обычный стакан и вы получите вот такое вот красивое круглое печенье с начинкой. Также можно использовать стаканы разного размера и сделать вот такое вот печенье в середине с джемом или с шоколадом. Большой круглой формы у меня нет, я буду вырезать круги вот таким вот стаканом. Диаметр стакана 8 см. Если вы печенье хотите сделать в середине с джемом или с шоколадом, тогда второй стакан выбирайте диаметром примерно 5-6 см. Из раскатанного теста у меня получилось 12 вот таких вот заготовок. В 6 из них я вырезаю формы. Остатки теста я убираю и пока буду раскатывать новый кусочек теста, эти заготовки убираю в холодильник. Пока заготовки для большого печенья будут в холодильнике, я включаю духовку на 180 градусов и раскатываю остатки теста. Сделаю из них печенье разной формы. Из остатков теста получается еще вот такой вот большой противень печенья. Противень отправляю в хорошо разогретую духовку на 180 градусов, выпекаю в середине духовки 10-13 минут. Теперь достаю из холодильника заготовки для большого печенья, убираю серединку и также отправляю в духовку на 10-13 минут. Печенье у меня готово, оно полностью остыло, теперь можно подготовить начинку и украшение. Для начинки и также для украшения я буду использовать белый черный шоколад, его необходимо растопить в микроволновке или на водяной бане. Я растопила все в микроволновке, каждые 15 секунд доставала, перемешивала, чтобы шоколад не горел. Также в качестве начинки я буду использовать вот такой вот домашний джем из черной смородины. Теперь можно приготовить начинку для маленького печенья. У меня здесь 150 грамм сахарной пудры. В пудру я добавляю столовую ложку лимонного сока и для начала добавлю 2 столовые ложки растопленного сливочного масла. Все хорошо перемешиваю и дальше смотрю на густоту. При необходимости снова добавляю масло. Также дополнительно для вкуса в эту начинку можно добавить любимый джем или кокосовую стружку, будет еще вкуснее. Все, вот такая вот густота вполне подходит. Теперь эту массу сразу же нужно переложить в пакет или в кондитерский мешок и наносить на печенье. Субтитры подогнал «Симон»! Черный шоколад застывает очень быстро, поэтому если вы хотите его чем-нибудь посыпать, это надо сделать сразу. Теперь все печенье я украшаю остатками белого и черного шоколада. Теперь черный шоколад я посыпаю измельченными фисташками. Белый шоколад я посыплю посыпкой розового и желтого цвета. Такую посыпку вы можете дома сделать самостоятельно. Приготовление такой посыпки уже есть на моем канале. Ссылку я оставлю в описании, также вот вверху подсказка. Если вам понравилась эта посыпка, попробуйте ее приготовить сами. Друзья, посмотрите, какое красивое, рассыпчатое и очень вкусное получается печенье. Оно на самом деле тает во рту, я всем советую попробуйте приготовить. Мне больше всего понравилось печенье именно с джемом. У кого остались вопросы, задавайте их в комментариях, я с радостью всем отвечу. Спасибо, что смотрели это видео и если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Я всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения, удачи на кухне, всем пока!